Здравствуйте! Вы на канале Семейное дело и с вами Буката Сергей. Как правило для изготовления своих изделий мы покупаем доску 3-х метровой длины. В основном это ясень или дуб. При распиливании на заготовке доски в длину образовывается обрезки. Как правило их длина до 40 см. Выбрасывать их жалко, а переработать довольно проблематично. Проблема заключается в продольном распиливании этого короткомера. Распиливание этих заготовок на циркулярной пиле предоставляет довольно серьезную опасность. Если использовать обычную циркулярную пилу, то руки работника будут находиться в непосредственной близости к режущей кромке пильного диска. А учитывая то, что ясень очень твердая порода, могут быть разные сюрпризы. В общем, те кто работает с этой породой постоянно, меня поймут. Заклинивание, удар, чрезмерные усилия для подачи заготовки это только часть тех проблем, которые возникают при работе с этой породой. К нынешнему моменту у нас накопилось очень много таких коротышей и нужно было что-то предпринимать. В голове роились разные способы с применением автоподатчиков, каких-то пневматических или гидравлических прижимов, постройки специализированного круглопильного станка и так далее. В общем, нагородить сложную конструкцию особого труда не представляло. Проблема была только в одном, не было времени. Решать проблему нужно было очень быстро. Мне показалось, что использование моего универсального станка вполне может решить эту проблему. Для его адаптации под эту тему потребовались совсем небольшие усовершенствования. На одной из сторон рабочего стола я прикрутил металлическую пластину с отверстием. На определенном расстоянии отреза пилы прикрутил упорный элемент, обычный кусок ДСП. Он в роли параллельного упора. Для удержания заготовок я использовал алюминиевую трубу. Именно алюминиевую, чтобы не бояться испортить пильный диск. Сейчас я продемонстрирую, как происходит процесс распиливания таких коротышей. Укладываю заготовку боком к параллельному упору. Одной стороной вставляю прижим в отверстие, другую сторону прижима нажимаю рукой, создавая рычаг. Пила в передней своей части вращается вверх. Но она не может подорвать заготовку, так как я ее удерживаю. Попутное пиление при распиливании вдоль неприменимо. Пила забегает на заготовку и клинит. На настройку всей этой системы мне понадобилось буквально 15 минут. Мне показалось, что это хоть и простое, но довольно эффективное решение проблемы. За пару часов работы удалось получить вот такую горку заготовок сечением 50 на 50 миллиметров. В дальнейшем они будут отторцованы и на них будут отфрезерованы шипы. Изготовлением шипорезного станка на данный момент мы сейчас как раз и занимаемся. Когда он будет готов, надеюсь сделать по нему небольшой ролик. После нарезания зубов с помощью пресса для продольного сращивания мы получим бруски нужной длины. Пресс имеет возможность склеивания заготовок до 3 метров. Кому ролик понравился, ставьте лайк. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Спасибо всем за внимание. До свидания.